23 ноября мещанин Хутис заявил полиции о краже у него из часового магазина, находившегося на Москательной улице. 10 штук серебряных часов, стоящих 130 рублей. Надзирателем соскного отделения был произведен розыск, который дал свои результаты. И об этих результатах мы вам сегодня расскажем. О них и не только. А мы путешествуем по Москательной улице, которая вот-вот превратится в улицу Графа Льва Толстого. Меня закинули под стул, но был я слаб и глуп. Холодный ветер в щели дул и попадал мне в зуб. Улица Москательная, а завтрашняя Льва Толстого улица со своим характером. Характером непростым и не всегда понятным к несамарцу. А вот зато самарец разберется в ней легко и без труда. Ну и что, что не сопротивляйся злу, насилием. Насилием не сопротивляйся, но и щеки подставлять не торопись. Вот и пострадавший Хутис заявил свое подозрение на бывшего ученика Григория Строкова, 15 лет проживавшего в Солдатской Слободе со своими родителями. Основаниями этого служили показания дворника, который видел накануне вечером Строкова возле дома Васильева, где и находился часовой магазин. На допросе Строков признал себя виновным в краже серебряных часов из магазина Кутиса, который он совершил при следующих обстоятельствах. Накануне около 12 часов ночи он вошел в калитку во дворе, разбил рукой стекло в магазин, открыл дверь, вошел и, взяв несколько серебряных часов, скрылся с ними на постоялом дворе. А уже утром следующего дня он встретился с своим товарищем Петром Сатадовым, которому и рассказал об украденных часах. Они вместе пошли в гостиницу Портнова, где им удалось продать сапожнику одни часы за три рубля. Все остальные часы Строков сбыл в этот же день на Троицком базаре. И в ближайшие дни прокутил все вырученные деньги, ходя по биоскопам. Любопытно, что до кражи у Кутиса Строков жил около месяца у часового мастера Шефера на Садовой улице. Но, украв у него несколько часов, скрылся и больше у Шефера не появлялся. Теперь, после задержания, у Строкова были найдены несколько часов, которые возвратили их владельцам. А вот несколько происшествий, связанных с потерями и находками. Проживающий на улице Льва Толстого в доме номер 17 крестьянин Сергей Комаров заявил полиции, что им был обронен кошелек с деньгами, который нашла неизвестная женщина, присвоившая находку. Женщина эта была разыскана и оказалась крестьянкой Анной Кузнецовой, которая, виновной в присвоении находки, себя не признала, но была уличена свидетельскими показаниями. Дело было передано городскому судье. И еще присяжный поверенный Горшков заявил полиции о том, что, проезжая с вокзала по улице Льва Толстого, он обронил корзиночку с вещами на сумму в 500 рублей. По подозрению в присвоении находки был задержан крестьянин Александр Урин, который на допросе виновным себя не признал, но был уличен свидетелями. Летом 1913 года вспыхнул пожар в ресторане Эльдорадо на углу улиц Льва Толстого и Саратовской. Казалось бы, пожары в Старой Самаре – дело обычное. И что здесь могло показаться сверхъестественным и привлечь внимание сыскного отделения? А вот, оказывается, что-то могло показаться и вызвало сомнения. Опрос всех слушающих ресторана, а также его содержателей, заставил сыщиков задуматься о поджоге. Оставалось только выяснить, кому этот поджог был выгоден. И вот тут-то товарищество Жигулевского пивоваренного завода заявило о том, что ими было отпущено владельцам ресторана разной мельхиоровой посуды на сумму в 1360 рублей. Посуда возвращена или оплачена не была, так как владельцы Эльдорадо заявили, что вся она погибла при пожаре. Однако, как удалось установить сыщикам, пожаром был поврежден только потолок этого заведения. А вот пол и мебель остались целыми и невредимыми. Опрошенные вторично содержатели ресторана так и не смогли ничего пояснить по этому поводу. А на все вопросы о посуде, куда она делась, только разводили руками. Но только их молчание, недуменные ахи и охи так ничего и не дали. Им все-таки пришлось ответить на вопросы сыщиков. Радиков и Доронин разыскали часть посуды в сгоревшем помещении, а другую часть у себя дома. Впрочем, пояснить, как она попала к ним домой, они так и не сумели. Вся найденная посуда была возвращена товариществу Жигулевского пивоваренного завода. Оказалось, что ее стоимость равнялась примерно 14 рублей. В результате в отношении Радикова и Доронина было возбуждено уголовное дело, переданное в окружной суд. А к розыску остальной пропавшей посуды были приняты самые решительные меры. Ну и еще. В августе того же 1913 года из квартиры Жуховского на улице Лева Толстого в доме номер 86 неизвестно кем было похищено разных вещей на 28 рублей. Месяц спустя, в сентябре, крестьянин Яков Копытовский заявил, что из незапертой кассы пивной лавки, находящейся на улице Лева Толстого, неизвестно кем, похищено денег 50 рублей. По подозрению в этой краже был задержан крестьянин Ефим Рюмин, который был уличен отобранными у него деньгами. А вот в октябре этого же года самарский мещанин Калинин, проживающий в собственном доме на углу улиц Сарабской и Лева Толстого, заявил полиции, что неизвестно куда скрылась его прислуга Александра Давыдова, похитившая у его жены осеннее пальто, стоящее 30 рублей. В марте 1913 года в окружном суде рассматривалось дело самарского мещанина Михаила Лебедева и крестьянина Ивана Стышенкова, которые обвинялись в том, что напали на Федора Овчинникова, принялись душить его и отобрали кшелек с 68 рублями денег. А произошло это в гостинице Васильева на углу улиц Лева Толстого и Ильинской. в ватер-клозете. Оба подсудимых, виновными в нападении, себя не признали. А вот Овчинников рассказал о том, что с ним случилось так. Ну, сидели мы, значит, в гостинице с торговцем Удаловым, выпивали туда-сюда. А потом я пошел в ватер-клозет, смотрю, а вслед за мной пришел один из тех, кого я видел за соседним столиком. Ну, и только мы остались одни, как он схватил меня за горло и начал душить. А потом вырвал из моего кармана кшелек с 16 рублями. Ну, мы схватились, начали драться. Кшелек-то я свой выдрал. Но тут прибежал его приятель, который присоединился к нашей патастрофике. Убили бы они меня. Верно, убили. Да только что-то их спугнуло. И оба они убежали. Ну, значит, я свое дело сделал и вышел из ватер-клозета. Кшелек-то вот так держу в руке мертвой хваткой. И тут вдруг меня пронзила мысль, что в кармане-то у меня другой кшелек лежит. У долова с шестью-десятью-восьмью рублями. Я за карман хвать. Штаны разорваны. Кшелька нет. Вот так, господа хорошие, все и было. Хотите, верьте. Хотите, нет. А мне врать незачем. И господа хорошие судили и присудили. Присяжные заседатели признали обоих подсудимых виновными, но заслуживающими снисхождения. Один из них был лишен прав и отдан в арестантское отделение на два года. А второй заключен в тюрьму на один год. Вечером 21 марта 1913 года один из квартирантов дома Бархатова, находившегося на углу Льва Толстого и Ильинской улиц, возвращался в нетрезвом виде из гостиницы Дикушина. Здесь на него и напали неизвестные грабители, отобравшие серебряные часы, стоящие 24 рубля. Задержать грабителей не удалось. А вот в сентябре этого же года проживающий в доме номер 72 по улице Льва Толстого крестьянин Алексей Никифоров заявил в полицию об ограблении. Напавшие на него неизвестные лица поживились 35 рублями. По подозрению в этом ограблении был задержан мещанин Леонид Тимофеев, который виновным себя не признал. А вот в 7 часов вечера 24 ноября в запертую квартиру Ананьева, проживающего на улице Москательной в доме номер 100, забрался вор, который похитил ватный пиджак, стоящий 18 рублей, шапку и перчатки. Но любопытно не это, а то, что в квартире Ананьева вор оставил свой пиджак и свою шапку. Самарский мещанин Никонов заявил полиции, что 4 декабря 1913 года из гостиницы Шабашова, находящейся на углу улиц Льва Толстого и Ильинской, неизвестно кем у него были похищены хорьковое пальто, барашковая шапка и галоши. Но несмотря на все принятые меры, задержать жуликов так и не удалось. Ну и еще о гостиницах. Как уже было сказано, на углу Льва Толстого и Ильинской в 1913-14 годах находилась гостиница «Россия», принадлежавшая Шабашову и Сафронову. Бывшая гостиница «Васильева», а при ней имелись номера, бильярд и электрическое освещение. Кроме того, в этой гостинице ежедневно пел русско-малороссийский хор в роскошных боярских костюмах с отдельными музыкально-бокальными номерами под управлением Горшкова-Лубянского. Торговля спиртными напитками в гостинице производилась с 11 часов утра до 2 ночи. В гостиницу можно было позвонить и по телефону номер 1071. Я на полуп лежал беззвучно, раскинувши тулуп. Но так лежать мне было скучно. Я был и слаб, и глуп. С вами был Михаил Перепелкин. Продолжение следует...